Всем привет ребята, меня зовут Богатий Шиди, добро пожаловать в новое видео и это был Пакистан. Когда-то самая быстро растущая нация в Азии, сегодня находится в шаге от банкротства. Пакистанцы испытывают дефицит продовольствия, валюта стремительно теряет ценность, а у политиков практически не остается способов спастись. Как мы видим на примере Шри-Ланки, идеальный шторм начался, он расширяется и он уничтожит еще больше стран в скором времени и Пакистан одна из этих стран в списке. Пакистан может столкнуться с той же реальностью, которая постигла Шри-Ланку. Там люди живут без еды, электричества и предметов первой необходимости, таких как лекарства. Сегодня Пакистан является второй самой высокой инфляцией в Азии, опережает его только Шри-Ланка, да только та уже объявила о своем банкротстве. Но в отличие от Шри-Ланки, Пакистан испытывал экономический хаос множество раз в своей истории. Но на этот раз ситуация складывается самая жестокая из всех, что были раньше. Мы не торопись в 15 лет, как мы не торопись в Великолепной. Мы не торопись в Великолепной. В Великолепной, в пакистане, пакистане унижает 17%. Пакистан now has barely enough forex for six weeks of imports. Пакистан is attempting to secure a bailout from the International Monetary Fund. И так, YouTube очень не любит видео про Китай, протесты, экономические коллапсы разных режимов. Это очень вредит тому, сколько людей может увидеть мои видео. Поэтому, если ты считаешь подобного плана видеоролики полезными и информативными, потрать буквально 5 секунд, чтобы нажать на этот пальчик вверх. Это очень помогает пробиться в алгоритме YouTube, особенно, когда ты освещаешь такие спорные темы, как крах Китая или Пакистана. Большое спасибо за поддержку. Итак, Пакистан, несмотря на свою популярность в международных новостях, на самом деле достаточно молодая страна. Он был основан в 1947 году после того, как Британия потеряла контроль над юго-восточным азиатским регионом. Удивительно, но Пакистан очень быстро стал самой быстро растущей нацией Азии после получения независимости от британской короны. Он обогнал даже Индию и Китай. Но этот рост не продолжался долго. За 75 лет своей независимостью Пакистаном правило 29 премьер-министров, и ни один из них не пробыл на посте полный срок. Политическая нестабильность всегда была частью истории Пакистана, что делает задачу поддержания какого-либо достигнутого прогресса достаточно сложной. Для любой развивающейся страны в современной истории самым важным инструментом роста является иностранная инвестиция. Пакистан может наблюдать результат таких успешных иностранных инвестиций прямо по соседству в Китае или Индии. К сожалению, привлекать инвестиции трудно, если у тебя нет политической стабильности в стране. Из-за этого каждое правительство Пакистана всегда фокусируется на краткосрочной политике, чтобы удерживать население более-менее счастливым. И совсем не фокусируется на долгосрочных улучшениях, которые бы укрепили экономику страны. Субсидии и налоговые сокращения являются важнейшими инструментами пакистанского правительства на краткосроке. Но они могут быть разрушительными, если используются для того, чтобы выиграть на очередных выборах. Каждое правительство, которое приходило к власти, собиралось решить эти проблемы, но потом постепенно отказывалось от этих идей, понимая, что для сохранения власти нужно держать население более-менее довольным на краткосроке. Постоянные урезания налогов и постоянные субсидии осушали правительственный бюджет, и страна, как ни одна другая, стала сильно зависимой от долгов. Из-за этого рост страны застопорился даже хуже. Пакистан заработал себе имя «больной человек Азии». This is China's Belt and Road Initiative, the most ambitious infrastructure project in modern history. So the Belt and Road Initiative is this trillion-dollar project that China has started to connect itself. Shipping liens running from China through Southeast Asia, Africa, and all the way to Europe. The head of MI6 last year accused China of using debt traps. Over-dependence on China has landed Pakistan in a debt trap. If they all ask for debt relief, it would cost huge debt more than before China. Чтобы понять масштаб экономической импотенции Пакистана и долговой ловушки Китая, давай вернемся в 2017 год. В этом году прошлое правительство выгнали, когда общество узнало о больших коррупционных схемах премьер-министра тех лет. Новый премьер Имран Хан запустил платформу по борьбе с коррупцией, и вроде бы все было успешно. Новое правительство даже поднимало экономику, но проблемы все равно были. Ведь рост экономики был обусловлен по большей части только долгом. И кто же эти долги давал? Китай! На данный момент у Пакистана 14,5 миллиардов долгов перед Китаем, но интересно, что они не включают в свои госотчеты и бюджетные бумаги все долги. Есть, к примеру, еще 11,4 миллиарда долларов перед китайскими банками. Эти долги от Китая сильно отличаются от тех, которые могут получить от Всемирного банка, МВФ или от других стран. Обычно у международного долга процент составляет от 1 до 3, но Китай выдает долги Пакистану под 4,5 и даже 6 процентов. При этом требует возвращать их на протяжении 10-15 лет, что очень-очень быстро. Пакистан буквально висит на краткосрочных и очень дорогих китайских долгах. Но кроме этого, что самое главное, проекты, в которые идут кредитные деньги, должны быть привязаны к китайским компаниям. Короче говоря, китайские компании там всем заправляют. То есть, иными словами, все деньги так или иначе все равно возвращаются в китайскую экономику. А страны, которые получают китайские кредиты, например, Пакистан, оказываются в долговой ловушке, оставаясь с большими долгами и инфраструктурой, которая уже полностью контролируется Китай. Когда Китай запустил проект «Новый шелковый путь», Шри-Ланка и Пакистан должны были стать главными бенефициарами средств, которые выделялись на этот проект. Но теперь обе страны сталкиваются с банкротством, а долги так называемых стран Бри сыграли в этом большую роль. Если что, страны Бри – это те страны, которые участвуют в шелковом пути. Помнишь, мы говорили о том, что проекты, построенные на китайские кредитные деньги, фактически управляются китайской коммунистической партией? А все потому, что именно китайские компании предоставляют все эти услуги на территориях стран Бри. В рамках инициативы «Шелкового пути» Китай построил 12 электростанций в Пакистане, которые, как мы уже поняли, управляются китайскими компаниями. По мере того, как Пакистан страдал все больше и больше, правительство оказалось не в состоянии выплачивать долги за эти станции Китаю. Так что же сделал Китай? Вместо того, чтобы помочь страдающему союзнику, он просто решил взять и отключить все эти 12 электростанций на территории Пакистана, до тех пор, пока Пакистан не выплатит долги. Теперь граждане сталкиваются с регулярными отключениями электричества, без работающих кондиционеров. МВФ готов помочь Пакистану погасить просроченные платежи перед Китаем, но за это они хотят, чтобы Пакистан договорился заново с Китаем о смягчении кредитных условий, которые сейчас суперневыгодны. В противном случае помощь МВФ будет чем-то вроде листочка-подорожника, а не долгосрочным решением. Конечно, обвинять во всем Китае неправильно, так как это власти Пакистана сыграли злую шутку собственной экономикой. Как развивающаяся нация, Пакистан сильно зависит от импорта. Импорта энергии, медикаментов и даже большая часть продовольствия тоже импортируется. Из-за такого преобладающего над экспортом импорта Пакистану не привыкать тратить больше своего бюджета. Поэтому в последние десятилетия страна обращалась к МВФ уже более 30 раз за финансовой помощью, как только ему было худо. А худо было так же часто, как и Шри-Ланке, однако это стало ясно только сейчас, когда вся мировая экономика замедлилась. Что может удивить, так это то, что коронавирус на самом деле даже помог пакистанской экономике вырасти. Во время ковида спрос, например, на бензин, топливо и нефтепродукты значительно упал. Из-за этого правительство смогло взять паузу в постоянном внешнем кредитовании. К сожалению, эта пауза оказалась временной. Когда локдауны закончились, долговое давление на страну продолжило расти. И вот мы пришли к переломному моменту. Все мы, а особенно я, знаем, что произошло потом. То, что ввергло весь мир в хаос, а мою страну фактически в третью мировую со всеми вытекающими. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Российское вторжение в Украину отправило цены на энергоносители в космос. Но, кроме этого, оно оказало сильное давление на импорт продовольствия в тот же Пакистан. Это привело к росту политической нестабильности в этой стране. С ухудшением экономической ситуации правительство сфокусировалось на сохранении власти, вместо того, чтобы направлять экономик в правильном направлении. История повторилась, и администрация начала проводить краткосрочную, но пагубную политику, чтобы выиграть политическую гонку. С ростом цен на энергоносители по всей планете у Пакистана были одни из самых низких цен на нефть в мире. А как же у них это получилось? Что ж, все дело в субсидиях. Правительство установило предел цен на нефть и стало субсидировать их, используя долг. Они тратили на это более 600 миллионов долларов в месяц. К сожалению, для правительства этого оказалось недостаточно. Имран Хан ушел с поста премьера после распуска парламента Пакистана и после голосования в отума недоверия. Новое правительство не просто столкнулось с теми же вызовами, но и столкнулось с худшими экономическими временами на планете. Администрация знала, что если отменить субсидии, это не поможет им набрать политический рейтинг, но зато поможет избежать немедленного банкротства. Поэтому после требования МВФ Пакистан снял ограничения на предельные цены на нефть и отменил субсидии, тем самым выполнив требования по получению финансовой помощи от МВФ. Но проблемы никуда не ушли. Уволенный премьер-министр Имран Хан сразу же начал использовать возмущение народных масс из-за взлетевших цен на топливо и уже требует новых досрочных выборов. Это породило еще больше политической нестабильности, которая исторически мешает экономике расти в Пакистане. Одна цитата, которая заключает в себе всю непростую историю Пакистана. «Политики играют в политику, пока граждане страдают». Хотя думаю, что эту цитату можно применить к любой нации на этой планете. Это пакистанский рупий. Он в свободном падении. За последние три дня он потерял 10% своей стоимости. График выглядит так, как будто мы сейчас рассматриваем коллапс Terra Luna. Но это не криптовалюта, которую обвалили за ночь. Это, блин, национальная валюта, ядерные, между прочим, державы. Еще одна большая проблема стран, которые сильно зависят от импорта, заключается в том, что тебе необходимо иметь доступ к дешевому доллару США, так как это мировая резервная валюта. Но золотовалютные резервы Пакистана стремительно тают. Они обвалились с 20 миллиардов в начале года до менее 10 миллиардов сейчас. Теперь у них остается резерва только для того, чтобы продолжать импортировать еще два месяца. Всего два месяца. После этого страна потенциально может объявить банкротство, как Шри-Ланка. Чтобы уменьшить счета за импорт, правительство уже просит граждан пить меньше чая, так как на импорт чая не тратят около 700 миллионов долларов. Власти просят людей работать на дому, чтобы уменьшить спрос и использование топлива. А локальные власти отключают уличное освещение и уменьшают количество общественного транспорта, чтобы экономить топливо и электричество. Сейчас Пакистан ожидает 2,5 миллиарда долларов помощи от Международного валютного фонда. Но политическая нестабильность в стране, китайское нежелание переговоров про изменение условий долгов и их оплаты, к сожалению, нивелирует эту помощь. Хотя даже если бы Китай отложил оплату долгов еще раз, то пакистанской экономике это мало бы помогло на самом деле. Им нужны структурные изменения в налоговой политике, против коррупции и так далее. Это все сложно сделать без политической стабильности. Крах Пакистана и Шри-Ланки может помешать амбициозному проекту «Новый шелковый путь». Кроме этого, он может привести к долговому кризису в самом Китае, который и так страдает от банковских протестов, ипотечных забастовок и финансового кризиса. Поэтому, как мы видим, хитрый план Китая сейчас трещит по швам и, возможно, обречен на неудачу. Меня зовут Богатейщий Ди, увидимся в новых видео. До скорого!